Ага, да, поняла, да. Мне тоже нужно позвонить. Да, думаю, сегодня у меня есть время. Да, у меня есть время. Я думаю. Ну, неважно. Я тоже хочу большие часы. Так что я просто сделаю их. Вот так. Я перезвоню. Ты хочешь часы? Дорогая, подойди сюда. Давай сделаем для тебя особенные часы. Сначала мы сделаем циферблат. Затем рамку. Нужно перевернуть его и вставить в заднюю часть. Отлично. Теперь самое интересное. Привет, кошечка. Почему бы тебе тут не задержаться? Я приклею это на заднюю сторону. И раскрашу. Розовый цвет — это всегда отличный выбор. Теперь нужно соединить детали. И вставить любимые часы. Посмотри. Эва, посмотри. Вау, надевай. Это все мое? Интересно, который сейчас час? Ура! Хорошо. Возвращаемся к работе. Да, я тоже. Да, я работаю над этим. Так, вроде все получается. А у тебя? Эва? Хочешь, покажу фокус? Эм, хорошо. За твоим ухом что-то есть. Что? Я богата! А там еще что-то есть? Посмотрим. Вау, мне нравится эта игра. О, вот еще. Это весело. И еще. И еще. И здесь. Точно. Сколько монет. Вау. Они твои. Ого, великолепно. Мне нужно хранить в безопасном месте. Ого. Ой, этот мешочек крошечный. Я не думаю, что они все поместятся. Ну же. Давай. Мама, смотри. Это невозможно. Слово «невозможно» в моем словаре нет. Просто смотри. Сначала нужно обклеить картон цветной бумагой. Теперь я прикреплю к нему деревянные палочки. А на них надену пружинки. Эта деталь должна быть вот тут. Я просуну ее через картон и приклею деревянную палочку. А вот и монеты. Пора закрыть коробку. Вот и все. А чтобы было веселее, я превращу коробку в милую мордашку. Кто-то хочет отведать монет? Держи. Сюда поместятся все твои монетки. Ну как? Я тебе покажу. Готова? Теперь положи монетку на язык. И нажимай. Хорошо. Теперь ты попробуй. Круто. Ладно. Вперед. Приятного аппетита. Он ее забрал. Вау, это здорово. Это будет не быстро. Уху. Что такое? Он все еще голоден. Стирка уже закончилась? Отлично. О, нет. Подожди. Это мои штаны? И твоя толстовка. Дорогая, боюсь, у меня плохие новости. Они уменьшились. Я чувствую себя ужасно. Но всякое может случиться. Как думаешь, это можно носить как платье? Не получается. Или? У вас завалялась старая коробка? Если правильно воспользоваться ножницами, вы не поверите своим глазам. Приятного полета, дорогая. Эй, мама. Подожди, Луна. Нет. Срочная посадка. Я купила тебе новый рюкзак. Круто. Мне нравится. И он розовый. Ты лучшая. Вау. Мы станем лучшими друзьями. Вкусный чай, правда? У меня есть печенье. Хочешь попробовать? Вкуснятина. Итак, как я уже говорила. О, ты хочешь поменяться? Потрясающе. Давным-давно. Ю-ху. О, нет. Рюкзак? Где ты? А? Что я наделала? Дурацкий ветер. А? Мой лучший друг. Мама. Ага. Поторопись, Ани. Ага. Мама будет так злиться. Может, я смогу взять эту коробку? В нее тоже можно положить вещи. О, маркеры. Вау. Хорошо. Я готова. Я перезвоню. Ани. Почему бы тебе не взять свой новый рюкзак? Потому что он пропал. Его унесло ветром. Это все моя вина. Ау, милая. Подожди. Твоя нашивка. У меня есть блестящая идея. Ммм. Сейчас вернусь. Смотрите. Голова котенка. Так-то лучше. Цвет все оживит. Так никто не узнает, что это картон. Вот. Когда краска высохнет, я добавлю детали. Ого, как мило. Обязательно добавлю усы и бантик. Теперь задняя часть. Я нанесу горячий клей. И на него прикреплю гофрированный картон. И закрою все это. О, Энни. Посмотри, что я тебе приготовила. Это сумочка для меня? Как мило. И сюда поместится много вещей. Даже все мои ручки. Ура. Хорошо, пора в школу. Мне давно нужно подстричься. Мам, мне скучно. О, конфеты. А, тут пусто. Мне хочется развлечься. Ух ты. Я тоже могу язык высунуть. Смотри. Хм. Нет, не пойдет. О, что это? Выглядит интересно. Вау. Что там внутри? Ничего себе. Сейчас я их налеплю. Этот вот сюда. Да чего здорово. Прямо как тату. Я выгляжу так круто. Куда он делся? Лем. О, уже иду, мам. Ну, как тебе? Что ты наделал? Ты не можешь идти в таком виде. Нужно снять эти пластыри. Ау, не надо. Больно же. Вернись сейчас же. У нас нет на это времени. Не подходи. У меня уже возраст не тот. Лем. Иди сюда немедленно. Нет, я тебе не дамся. Садись. Дай мне руку. Хм. Думаю, я знаю, как все исправить. И будет совсем не больно. Обмакнем ватную палочку в вазелин. Теперь помажем ей пластырь. И вуаля. Его можно легко отклеить. Вот так. Ведь правда не больно? А? Куда он делся? А теперь остальные. Наконец-то вид на твою милую личико. Ну все, идем. Один она пропустила. Хе-хе-хе-хе. Это будет наш секрет. Врум, врум. Врум. Бип-бип. Чуть не врезалась. С дороги. Я еду. Ничто не может меня остановить. Ша-ла-ла-ла-ла. Пора пропылесосить комнату. Обожаю делать уборку. Разве может быть что-то лучше этого? Шу-п-де-ду. Хм. Подождите минутку. Жми на газ. Врум. Йо-хо. Быстрее. Быстрее. Почему в доме так грязно? А? Пылесос не работает. Что случилось? Ничего не понимаю. Он не работает. Это так странно. Как это произошло? О, я должна была догадаться. Хей, мама. Давай кататься. Серьезно, Хлоя? Я пытаюсь сделать уборку. Это нужно выбросить. О, ты всегда все запрещаешь. Хотя, если подумать... Это так несправедливо. Подожди, почему ты так смотришь на меня? У меня есть идея. Я разрежу коробку из-под пиццы на секции. И возьму свой клеевой пистолет. Начну с этого. Я нанесу клей вдоль края. Этого достаточно. Теперь можно приклеить эту часть к большому прямоугольнику. То же самое я сделаю с другой стороной. Я возьму длинную полоску картона. Это позволит мне согнуть ее и придать ей нужную форму. Я использую клей, чтобы закрепить деталь. Это можно пока отложить. Я прорезала отверстие в крышке от газировки. И протолкну через него две соломинки. Нужно, чтобы все плотно прилегало. И чтобы конструкция не расшаталась. В этом мне поможет клей. Я пройдусь по внешней стороне крышки. В верхней части картона я прорезала небольшое отверстие. Соломинки могут проходить через него. И выйти вот отсюда. Далее мне понадобятся еще крышки от газировки. Я протолкну деревянную палочку через соломинку. Размер соломинки немного меньше. Колпачки для газировки можно установить с любой стороны. Затем я использую клей, чтобы скрепить все. Пробуем. Ух ты! Только посмотрите! Я закреплю их на нижней стороне картона. И добавлю несколько последних штрихов. Например, фары и окна. Я надену воздушный шарик на крышку от газировки. И надую его. Время для тест-драйва. Осторожно! Что за... Что это? Вау! Это потрясающе! Я знала, что тебе понравится. Спасибо, мама! Пожалуйста, зайчик. Хочу скорее с ней поиграть. Кажется, все готово. Запускаем мотор! Вау! Я в восторге! Какая она быстрая! О нет! О нет! Сейчас движется! Ой! Прости, мам! Надеюсь, у тебя есть страховка. Я должна была об этом подумать заранее. Вперед! Давай! Это так весело! Нет, я проиграю! Не останавливайся, мама! А-а-а! Не подходи! Бей его! Он смотрит прямо на меня! Бей сильнее! Я стараюсь изо всех сил. Есть только один выход. Прощай! Что? Вернись! Неа! Я с пауками не связываюсь. Такси! Надеюсь, он не будет меня преследовать. А, так-то лучше. Солнце, песок. Море и никаких пауков. А? Хорошая попытка, но это нужно исправить. А, это обязательно? Подождите, я могу использовать этот стаканчик. Я сделаю из него ловец на пауков. Да, это подойдет. Смотри. Ты мой паук. Есть! Он огромный! Итак, пора идти. Ты не можешь здесь оставаться. Пора добавить света в это место. Так-то лучше. Давайте играть. Врум-врум. Эй, Барби. Привет, Кен. Хочешь погулять? Да, конечно. О боже, они собираются поцеловаться. Это так романтично. А, спасайтесь. Это чудовище. Чудовище? Где? Крушить! Получай! Ты не можешь остановить меня. Кто-нибудь, спасите нас. Куклы и дети прежде всего. Я так зол. Ты мой. Нет, только не он. Возьми блондинку. Бам-бам. Что здесь происходит? А, жалкие куколки. Я уничтожу ваш город. Фух, я устала. Будь плохим парнем тяжелая работа. Но кто-то же должен это делать. Пора устроить перерыв. Это она думает. Не так быстро, юная леди. Ничего не забыла? Нужно все здесь убрать. Ты всегда устраиваешь такой беспорядок. Посмотри. Ладно. Но меня это не радует. Ах, это так несправедливо. Хм, что это? Наверное, это не так важно. Что за... Это ты в меня бросила? Вот, это последняя машина. Кажется, я закончила. Что? Ты издеваешься? Тут по-прежнему беспорядок. Убери здесь немедленно. Я надеялась, что ты не заметишь. Ты бываешь такой злой, мама. Сколько бумаги. Я не могу ее поднять. Старайся лучше. Подождите, у меня есть идея. Я сделаю разрез по всей коробке. Она будет открываться вот так. Теперь я вырежу небольшую часть. Вот так. Я могу удалить эту деталь. Я нанесу клей на крышку от газировки. Затем прикреплю к ней деревянный стержень. Я сделаю два отверстия в боковой стенке коробки. И просуну через них стержень. Затем я вырежу квадрат из картона. Нанесу клей сверху и снизу. И положу картон в коробку. Нужно обмонтать его вокруг стержня. Далее нужно прикрепить сюда картон. Я делаю это слоями. Затем я сделаю небольшие надрезы на картоне. Достаточно. Теперь я украшу коробку. Я хочу, чтобы она была красивой. О, выглядит забавно. Я думаю, что все готово. Получился мини-пылесос. Он соберет всю бумагу. Посмотри, что у меня есть. Вау, это так круто. Ты это сделала. Это как раз то, что мне нужно. Попробуем. Смотри, он поднимает бумагу. Мама, ты меня поражаешь. Так, теперь моя очередь. Не подведи меня, малыш. Работает. Здорово. Она не... Не может быть. Вообще, бла-бла-бла. Мне нужно сделать маникюр. Поверить не могу. О, привет, мамочка. Ладно, я лучше пойду. Обожаю сплетни. О, мамин телефон. Я хочу его. Он так близко. О, нет, не надо. Не трогай мой телефон. Ах, хорошо. Спокойно. Кыш, уходи. Я просто хотела печенье. Хе-хе, она точно купилась. Есть. Вау. Я чувствую себя такой взрослой. Мы должны пообедать. Я знаю отличное место. Столько времени прошло. А? Что делает Мэг? Да, приноси плюшевых медведей. Нет. Мой телефон. Отлично, мама. Что я сказала? Больше так не делай. Подождите. У меня есть идея. Я могу использовать эту коробку. Да, это может сработать. Я вырежу из коробки прямоугольник. Теперь мне нужен карандаш. Пора выпустить на волю своего внутреннего художника. Я хочу нарисовать контур телефона. Затем я вырежу его. Теперь нужно его собрать. Начну с этих деталей. Я нанесу клей по краю. Мне не нужно много. Затем я оберну деталь картоном. И приклею заднюю крышку. Пока все идет хорошо. То же самое я сделаю и с другой частью. Затем я соединю их. Идеально. Получился телефон-раскладушка. Но я не могу оставить все так. Мне нужно его украсить. Я раскрашу телефон в розовый цвет. Кнопки я не буду закрашивать. Главное не выходить за контуры. Теперь я буду раскрашивать кнопки. Я использую для них ярко-розовый цвет. Таким же цветом я раскрашу края. И конечно, эта часть. Мэг понравится. Она будет так удивлена. Я раскрашу эту часть в белый цвет. Я не хочу пропустить ни одного места. Хотелось бы мне иметь такой телефон. Я даже завидую. Я почти закончила. Осталось добавить последние штрихи. Например, розовый цвет по бокам. И еще немного ярко-желтого. Я думаю, достаточно. Нужно также добавить экран. О, Мэг, у меня есть кое-что для тебя. Что скажешь? Что? Не может быть. Это потрясающе. Мне нужно сделать важный звонок. Алло? Это маникюрный салон? Алло? А, да. Да, я хочу записаться на маникюр. Да, для меня и моей дочери. Звучит отлично. Идеально. Оу, вау. Ты это видел? Подождите. Что случилось? Что-то не так с телевизором. Он не работает. Да ладно, у меня нет на это времени. Это несправедливо. Что случилось, зайчик? Смотри, телевизор сломан. Ну уж нет. Сейчас посмотрим. Хм, это проблема. Все пропало, милая. Это жестокий, жестокий мир. Мне нужно все исправить. Я знаю. Посмотри, что у меня есть. Эм, что это? Я покажу. Ты хотела посмотреть телевизор, верно? Итак, если я поверну эту ручку, экран будет двигаться. Посмотри. Вау, как здорово. Это точно. Вот, держи, дорогая. Я не видела этого шоу раньше. Я его обожаю. Оу, у меня осталось немного картона. Мне он точно пригодится. Посмотри, Минди. Ты всегда хотела завести домашнее животное. Но это кое-что особенное. О, деньги, я богата. Значит, я отдам их коту? Он голоден. Ух ты, это же копилка. Потрясающе. Мы можем накопить на новый телевизор. Я рад, что тебе нравится. Идем, папа, посмотрим шоу. Сегодня на ужин у нас полезная еда. Другими словами, овощной салат. Главное, не забыть добавить огурцы. Я их так люблю, что могу съесть все одна и не заметить. Теперь отправляйся в тарелку. Ой. Что это? Заноза? Нужно ее достать. Это же не подойдет, да? Да, лучше не стоит. Плохая идея. Стаканчик? Здесь чего-то не хватает. Спичек? Стоит попробовать. Если у вас такая же заноза, как у Лили, возьмите спичку и зажгите ее. А затем нагрейте стакан с внутренней стороны. Когда спичка потухнет, поместите стакан подверг за нозу. Она просто выпала, видите? И вообще никакой боли. Жаль тебя выбрасывать. Но теперь я буду пользоваться пластиковой доской. Гладкой и без занос. Не лови, зуболеть. О, бедняжка. Ты весь горишь. О, нехорошо это. Надо тебя вылечить. Это работа для мамы медсестры. Что это? Шучу, шучу. Нам нужно это. Просто врачебные шуточки. Воспользуемся только этим. Да я не хочу этот сироп от невкусной. Но тебе станет легче. Открывай пошире ротик. Нет. Мам, я не хочу. Смотри, бабочка. Я хочу газировку. Кажется, я знаю, как заставить его принять лекарство. Берем пустую банку из-под газировки. И вырезаем серединку. Внутрь ставим сироп от кашля. Затем закрываем окошко. И вставляем трубочку внутрь. Вот твоя газировка, дорогой. Ее нужно выпить всю. Спасибо, бабочка. Молодец. Вкус какой-то другой. Но мне нравится. Когда папа сказал, что купит мне машину, я думала, она будет побольше. Но это весело. Врум, врум. Отличный сегодня день. О, это место мне нравится. Можно сесть и наслаждаться красотами природы. А, хорошо отдохнуть после напряженного дня. О, круто. Пиу, пиу. Ого, какая машина. Хей, вернись. О, смотрите. Пирамида из стаканчиков. Не хотелось бы, чтобы кто-то ее разрушил. Вызов принят. Ю-ху. Круто. Ау, голова. Ненавижу мусорить. Стоп. Кажется, это можно использовать. За работу. Пора немного проявить фантазию. Обожаю это. Я нарисую на стаканчике глаза. Первый готов. Теперь второй. Затем я нарисую нос. Выглядит очень мило. Теперь пора нарисовать рот. Какой счастливый получился стаканчик. Ему не хватает розовых щечек. И усов. Теперь стаканчик можно отложить. Из бумаги я уже вырезал заячьи уши. Я приклею их к стаканчику. Но это еще не все. Я нанесу клей на крышечку от бутылки. И приклею к ней вторую крышечку. Теперь мне понадобится резинка. Я надену ее на крышечки. Вот так. Я закреплю ее скотчем. Не хочу, чтобы резинка сползла. Выглядит надежно. Я сделаю пару надрезов внизу стаканчика. С обеих сторон. Надрезы должны быть небольшими. Теперь можно завернуть бумагу. Я возьму крышечки и надену резинку на завернутую бумагу. Нужно убедиться, что крышки находятся внутри стаканчика. Теперь можно их завернуть. Отлично. Все готово. Я сделал второй стаканчик зайчик. Ух ты, какая прелесть. Что? Это что, зайцы? О, они такие чудесные. Машина уже не в моде. О, привет. Как дела? Можно посмотреть. Ау. Это обычный стаканчик. Хм, ему не помешает немного лоска. Я знаю, что делать. Что? Это золотая пыль? Мой зайчик теперь кажется скучным. Как ты это сделала? Неважно. Давай устроим гонки. Готов? Начали. Давай, зайчик, давай. Смотри, я выигрываю. Нет, ни за что. Секунду, остановись. Это лучший день в моей жизни. Поверить не могу. У меня есть машина. Она просто прекрасна. Я никогда не был так счастлив. Нужно вести себя естественно. И бежать. Ничто не сравнится с домашней едой. Секретный ингредиент – это любовь. И целая куча специй. Они придают столько аромата. Ммм, пахнет чудесно. Насыпаем. Теперь можно перемешать. Привет, мам. Пахнет вкусно. Это твой знаменитый соус для макарон. Он самый. Подожди-ка. Уже так поздно? Я опаздываю. Мне нужно идти. Но... Как же ужин? А, точно. Просто продолжай помешивать, чтобы он не сгорел. Эм, что только что произошло? Это какая-то шутка? Это не так уж и сложно. Но очень скучно. Откуда это там? Зато я могу позаниматься йогой. С меня хватит. Надо пошопиться в интернете. Понятия не имею, что это такое. Хмм, что это? Покупаем. А теперь ждем. Ух ты, как быстро. Обожаю тратить деньги. А вот и решение всех моих проблем. Поставим его на сковороду. И он сделает всю тяжелую работу. Карусель, карусель. Мне не придется и пальцем пошевелить. Я такая умная. А теперь я могу расслабиться. Готовить не так уж сложно. Ах, я могла бы к этому привыкнуть. Я вернулась. Бетти, что ты делаешь? Эм, разве не очевидно? Готовлю, мам. Оу, кто твой маленький робот-друг? Но пройдет ли он проверку на вкус? Хмм, вау. Наслаждение для вкусовых рецепторов. Я же говорила. Мы будто в будущем. Молодец, Сэйчик. Я думала, в этой книге будет больше картинок. Ненавижу домашку. Ох, я больше так не могу. Надо как-то развлечься. Так-то лучше. Бетти, ты здесь? Как продвигается учеба? Погоди-ка. Что ты делаешь? Тебе нужно учиться. Вместо этого ты играешь в видеоигры. Хватит. Прекрати. Игра просто потрясающая. Дай мне свой телефон. Я сейчас немного занята. Сейчас же, юная леди. Я серьезно. Это так нечестно. Невероятно. Я знаю, как прекратить твои глупые игры. Твой телефон отправится в тюрьму. Он должен быть под замком. Ключ будет у меня. Я буду хранить его здесь. Тебе никак его не заполучить. Получишь назад, когда сделаешь домашнее задание. Держи. И что мне с этим делать? Может, я смогу сломать замок? Я могу потерять зуб. Но оно того стоит. Печальное зрелище. Не получается. Ладно. Ты победила на этот раз. Я сделаю эту дурацкую домашку. Но я очень недовольна. Кажется, получилось. Ты сможешь, милая. Подождите. Я поняла. Я знаю, что делать. По крайней мере, я надеюсь на это. Пять плюс пять. Это... Эээ... Десять. Ох. Я так устала. Можно мне телефон? Я так горжусь тобой. Вот ключ. Ты это заслужила. Можешь забрать свой телефон. Ты выполнила свою часть сделки. Дай, дай, дай. Я так по тебе скучала. Давай больше никогда не расставаться. Ого, сурово. Хм, как-то я не уверена. Надо кое-что проверить. Эх, не могу найти. О, вот то, что я ищу. Хм, как я и думала. А это значит... Придумала. Все очень просто. Ответ десять. Готово. Поверить не могу. О, хорошо. Ты и здесь. Как дела, дорогая? Смотри, мама. Я решила задачу. Это для тебя. Ты так много учишься. Правда, мам? Не нужно было. Мама! Ну зачем ты? Ты купила мне телефон? Серьезно? Надеюсь, тебе нравится. Божечки! Ура! Это самый лучший подарок на свете. Ох, ей нравится. Не буду отвлекать тебя от домашней работы. Подожди, не уходи. Надо сделать селфи. Я же не накрашена. Улыбайся. О нет, о нет. Столько всего нужно успеть. Можно, чтобы все было идеально. Надо найти подарок. Может, эта бутылка подойдет? Выглядит так себе. Подождите. Как насчет этого? Нет. Может быть, книга? Неа. А как насчет этой разделочной доски? Ничего не подходит. Ну же, думай. О, что это? Можно испечь маме торт. Это ведь так сложно, верно? Подождите. Это оно. Выглядит аппетитно. Пора за работу. Берем ингредиенты. И вот так. Получается торт. Осталось его выпечь. Ух ты. Да у меня талант. Но выглядит совсем не так, как на картинке. Как это возможно? Хм. Что же делать? У меня нет кондитерского мешка. Что я могу использовать? Оу. Эта бутылка может пригодиться. Снимем крышку. Да, думаю, это может сработать. Нужно внести некоторые изменения. К счастью, у меня есть скальпель. Сделаем надрезы по краю крышки бутылки. Нужно убрать небольшой кусочек вот так. Далее берем яблоко. Это придаст моей глазуре аромат. Теперь надеваем крышку. Я готова доделать свой кекс. Нажимаем на бутылку. И получается глазированный кекс. Ммм, выглядит вкусно. Так бы и съела. Не хватает только одного. Свечки. Готово. Надеюсь, маме понравится. Оу, надо снять эту шляпу. Эй, мам. Какой хороший сегодня день. О, привет, Майлз. Эм, дворецкий. Сюда. Ха? Может, он меня не видит? Эх, как спать хочется. Вздремну, пожалуй. А, вот это и... Ваш завтрак, сэр. Это самые хрустящие хлопья в мире. Уверен, вам понравится. И, конечно, свежайшее молоко. Приятного аппетита, сэр. Это что, шутка? Ты меня совсем не знаешь. Я не буду это есть. Как скажете, сэр. Что? Откуда это взялось? Ну вот, поспать не удалось. Что здесь происходит? Кажется, я знаю, как все уладить. Хотите конфет? Эм, мармеладных мишек? Хм, мне нравится эта идея. Дай сюда. Отличный выбор, сэр. Я добавлю их к вашим хлопьям. Отлично. А теперь уходи. Так намного лучше. Скорее бы попробовать. Ммм, очень вкусно. Но больше я не съем. О, мой пупит. Тут что-то не так. Нет, скучно. Мне не нравится. О, вот этот уже лучше. Но все-таки не так уж и весело. Дворецкий. Сюда. Прошу, сэр. Эй, выглядит неплохо. То, что нужно. Молодец. Мне нужна монетка. Попробуем. Я засуну монетку вот сюда. И когда я нажму кнопку, здесь будут конфеты. Ух ты, как круто. А что делает та бедная девочка? А, тут ничего нет. Жизнь так жестока. Как же много конфет. И они все мои. Ммм, вкусно. О, выглядит здорово. Ммм, есть идея. Я покрасила коробку в розовый цвет. Теперь нужно нарисовать на ней квадрат. Для этого мне понадобится линейка. Пора его вырезать. Теперь я закреплю в коробке бумажную втулку. Я обведу ее ручкой. Лучше придержать втулку рукой, чтобы она не скользила. Это мне еще пригодится. Круг тоже нужно будет вырезать. Вернемся к втулке. Я нарисовала на ней небольшой квадрат. Теперь я вырежу его. Отлично. Можно вставлять втулку в коробку. Нужно убедиться, что часть с вырезом расположена внутри. Теперь я переверну коробку. И сделаю откидную заднюю стенку. Теперь я нарисую прямоугольник внизу. Он не должен быть большим. Его я тоже вырежу. Я сложу кусочек картона и нанесу на него клей. Потом приклею его под втулкой под наклоном. Затем мне понадобится два кусочка картона. Я приклею их по обеим сторонам втулки. Они тоже должны располагаться под наклоном. Также из картона я уже сделала небольшую коробочку. Ее нужно прикрепить под отверстием внизу. Сверху на коробку я приклею прозрачный пластик. И немного ее украшу. Ух ты! Выглядит отлично! Думаю, все готово. Это как раз то, чего я хотела. Мне нравится. Если повернуть рычаг, получишь подарок. Хм, откуда она это взяла? Хочу! Дворецкий! Принеси мне это! Чего ты ждешь? Вам помочь? Ты идешь со мной. А я могу отказаться? Привет! Привет! Очаровательно! Я воздержусь. Хорошо. Так, ты красивый? Я знаю. Что это у тебя? А, это? Это мой торговый автомат. Ух ты! Он крутой! А у меня есть автомат с конфетами. Если нажмешь, получишь вкусняшку. Круто, да? Ага! А в моем автомате ничего нет. Это его единственный недостаток. Да, это печально. Но все можно исправить. Дворецкий! Ух ты! Игрушки! Я возьму это. Обожаю их. Я тоже. Можем положить игрушки в мой автомат. Вот так. Отличная идея. Я возьму. Продолжай. Ну все. Высыпай их всех. Это последнее. Теперь можно крутить рычаг. И тогда... Получим игрушку. Ух ты! Потрясающе! Какой крутой автомат. Сегодня замечательный день. Я знаю, как сделать его еще лучше. Эм, что ты делаешь? Дворецкий, вызывай охрану. Ложная тревога, но будь начеку. Жизнь полна сюрпризов. И не всегда приятных. Ой! И так каждый раз. Пока мы не научимся заглядывать в будущее, досадные случайности продолжат портить нам жизнь. Серьезно? Сколько можно? Помогите! Держитесь! Мы поделимся с вами лайфхаками для экстренных случаев. Быть родителем — это тяжело. Мы понимаем. Но мы готовы помочь. Мы придумали несколько удивительных лайфхаков, которые облегчают жизнь. Нет, не благодарите. Это наша работа. Мне нравится этот оттенок румян. О, кто-то звонит. Нужно ответить. Алло? О, привет. Правда? Поверить не могу. Пап-пап-пап! О, мама разговаривает по телефону. Я тоже так хочу. Ха? И не говори. Жаль, что тебя там не было. Ладно, потом поговорим. О, эм, пока. Я такая взрослая. Но мне нужен настоящий телефон. Я не должна. Но не могу стоять. Идеальное преступление. А вот и моя красавица. Я попалась. Отступаем, отступаем. Я не сдамся. Вот так. Ау, давай я попудру тебе носик, Аня. Щикачу, щикачу. Эм, мило, мам. Хорошо, сейчас. О, ты меня обнимаешь. Это так мило. Люблю обниматься. Да, именно это я и делала. Это уже не смешно. Маме нужно собираться. Я никогда не получу ее телефон. Выглядит отлично. Мне нужно взять перчатки. Ага, идеальный способ отвлечься. Нужно действовать быстро. Мы обязательно должны сходить пообедать. Вот они, такие мягкие. По-моему, звучит неплохо. Упс. Энни? Нет. Я спасу тебя. Ух ты. Как ты это и сделала. Я так разочарована в тебе, Энни. Прости, мама. Тебе нельзя играть с моим телефоном. Подождите. Может быть, тебе это и не нужно. У меня есть отличная идея. Эта коробка как раз то, что мне нужно. Пора приступать к работе. Начну с небольшого квадрата картона. Я сделаю быстрый набросок. Это будет эскиз телефона. Я чувствую себя настоящим художником. Теперь нужно добавить детали. Это будут кнопки. Пока все хорошо. Затем я нарисую экран. Далее я сделаю то же самое здесь. Это будет другая сторона телефона. Все отлично получается. Тогда мне нужно вырезать детали. Это было просто. Я переверну эти две части. Теперь мне понадобится клеевой пистолет. Я нанесу клей по краю. Мне не нужно много. У меня есть кусок гофрированного картона. Я приклею его сюда. Это будет боковая сторона телефона. Я оберну его по всему периметру. Вот так. Другой кусок картона можно прикрепить сверху. То же самое я сделаю с другими деталями. Телефон начинает приобретать форму. Мне нужно соединить их вместе. У меня есть небольшая металлическая скоба. Отлично. Я приклею ее к внутренней стороне картона. Так телефон будет раскладываться совсем как настоящий. Теперь нужно раскрасить его. Для этого я использую корректор. Затем я проведу по краю розовым маркером. Я переверну телефон и сделаю то же самое с противоположной стороны. Но это еще не все. Я приклею сюда милого котенка. Я вырезала отверстие в том месте, где будет экран. И вставлю в него картинку. Кажется, все. Скорее бы показать телефон Энни. Посмотри, что у меня есть. Эмми, еще раз. Алло. Вы хотите поговорить с Энни? Вау. Поверить не могу. Это тебе. Не может быть. Вот это да. Так, здорово. Мне нужно сделать важный звонок. Лучше бы мне ответили. Привет, Энни. У меня сегодня такое случилось. Ты будешь смеяться. Расскажи мне все. Я думала, с русалками будет веселее. Мама. Мне не нравится этот звук. Мама идет. Хлоя, что случилось? Рассказывай. Эти игрушки скучные. Оу. Эм, подожди. Ха? Что это? Попробуй. О, выглядит забавно. Иди сюда, уточка. Какие красивые цвета. Я могу привыкнуть к этому. Это должно занять ее. А утка будет вот здесь. И все? Мама. Вы издеваетесь? Я просто хочу почитать. Что теперь? Я собрала пирамидку. Ого. Да ты гений. Я принесу что-нибудь другое. Вот, пожалуйста. Развлекайся. И не торопись. О, это мне нравится намного больше. Мне нужно сопоставить фотографии. Насколько это сложно? Эм, совсем не сложно. Ах, скукотища. Мама. Только не это. О, привет, Пикачу. Как дела? Что? Смотри, я закончила. Должно быть что-то, с чем можно поиграть. Посмотрим. Давай, думай. Нет, ничего. Что же нам делать? Подождите. Интересно. Да, кажется, я поняла. Это решит все наши проблемы. Подожди здесь, зайчик. Мне понадобится кусок картона и ножницы. Я отрежу углы. Хочу сделать их изогнутыми. Прекрасно. Теперь пора проявить фантазию. Для следующей части мне понадобится маркер. Я нарисую на картоне небольшой квадрат. Затем разделю его на разделы. Нужно создать сетчатый узор. Я пронумерую каждый квадрат. Теперь нужно вырезать сетку. Я пока отложу это. У меня есть лист розовой бумаги. Этим я раскрашу квадрат. Он такой красочный. Я переверну его и нанесу клей с обратной стороны. Клея должно быть много. Это будет рамка. Далее мне нужен чистый лист белой бумаги. Я нарисую на нем сердечки. Затем я сделаю эскиз Пикачу. Не хочу ошибиться. Это должно развлечь Хлою. У меня всегда так много забот. Я быстро раскрашу сердечки. И Пикачу тоже. Хотела бы я, чтобы у меня были такие румяные щечки. Это произведение искусства. Теперь вернемся к сетке. Я переверну ее и нанесу клей. Потом я приклею сюда свой рисунок. Осторожнее, чтобы не было складок. Теперь можно разрезать рисунок на части. Пора поместить его в рамку. Я расположу детали вот так. Получится отличный пазл. Хорошо, думаю, все готово. Хлое это понравится. О, чуть не забыла. Мне нужно перемешать детали. О, Хлоя, у меня для тебя кое-что есть. Ты видишь это, Пикачу? Потрясающе! Ох, кажется, получилось. Пожелай мне удачи. Хм, выглядит непросто. Я сдвину эту деталь сюда, а потом подвину вот эту. Нужно сосредоточиться. А мне нужно расслабиться. Подождите, хочу кое-что проверить. Ах, совсем другое дело. Это последняя деталь. Мама! Серьезно? Что? Смотри! Пикачу! Ах, ты уже закончила. Я горжусь тобой. Хочу еще раз собрать пазл. Было весело. Скорее, мама! Мне нужно установить рекорд по очкам. Почти получилось. Упс! Эй, под ноги смотри. Это ты виновата. Ох, какой хороший день. О нет, хулиганы. В школе драться нельзя. Прекратите. Вон отсюда. И больше никаких драк. Я ничего не сделала. Ау, снова ты. Ты не испортишь мой день. О, конфеты. А, тут пусто. Какая жалость. Хотя я должна была догадаться. Ммм, это чертовски вкусно. Обожаю конфеты. А ты чего уставилась? Я только хотела попросить конфету. Эй, Мия, смотри. Что это? Ух ты. Знаю, знаю. Отлично успокаивает нервы. Ого, ты это видела? Осторожно. Ммм, какой аппетитный сэндвич. Ничто не испортит этот момент. Что? А это откуда взялось? Чуть не влип. Так, на чем я остановился? А, ну и гадость. Эмм, это я виноват. Ух ты. Он так тянется. Я не могу остановиться. И кажется, у меня появилась идея. Мой чехол для телефона такой скучный. Пора его преобразить. Я отрежу кончик воздушного шарика. Мне понадобится только широкая часть. Вот так. Теперь я возьму слайм. О, он такой приятный. Я сделаю его круглым. И помещу в шарик. Вот так. Теперь шарик можно завязать. Не хочу, чтобы слайм вытек. Отлично. Теперь мне понадобится горячий клей. Я нанесу его на чехол. Клей должен быть белым. Форма будет произвольной. Не жалейте клея. Хм, отлично. Теперь я заполню форму. Это очень просто. Главное не выходить за границы. И не оставлять пробелы. Пока клей не застыл, я прикреплю к нему шарик. И получился забавный чехол для телефона. Как приятно. Ого, ты сама это сделала. Иди сюда. О, наконец-то. Я ждала этого предложения. Хочешь конфет или чипсов? Я возьму чипсы. Отлично. Ух ты, это потрясающе. Да-да, чипсы очень вкусные. Обожаю их. Это мои любимые. Я могла бы есть их каждый день. Эм, что ты делаешь? Хочу надавить посильнее. Нет, не делай этого. О нет, я совершил ужасную ошибку. Что? Что это? О, какая гадость. Простите, это был Майлз. Хотите чипсов? Почему бы и нет? Я люблю чипсы. Может, вы не такие уж и гадкие дети. Эм, это вам. Пора перекусить. А, и почему я вообще должна тут сидеть? Ого! Я знаю, ты удивлена. Но это только начало. Я засуну палец вот сюда. Одно нажатие кнопки, и у меня красивый маникюр. Круто, правда? Ух ты, потрясающе. Ты такая модная. Да, знаю. Доделаю пока остальные ногти. Хм, может, я тоже смогу что-то придумать. Мне понадобится полимерная глина. Я раскатаю ее, а затем скатаю в шарик. Теперь нужно придать ей форму. Мне нужен квадрат. Теперь я возьму серую глину и сделаю из нее колбаску. Думаю, так нормально. Теперь я оберну ею синюю глину. И слегка сдавлю. Пора сделать мордочку. Выглядит мило. Я смастерю еще несколько. Здесь все мои любимые персонажи. И в салон ходить не нужно. Только взгляни. Да? Смотри, какой у меня маникюр. Ух ты, как ты это сделала. Моей картине не хватает красок. А, нет, мне не нравится. Ау, больно. Упс, прости. Хей, Мия. Может, это поднимет тебе настроение. Я знаю, ты любишь собак. Гав, гав. Ух ты, какая прелесть. Хей, а можно я ее возьму? Пожалуйста. Что? Нет. Смотреть можно, трогать нельзя. Ах, какая жалость. Мне никогда ничего не достается. Кажется, придется самой что-то придумать. Я разрежу цветную бумагу на полосы. И начну их складывать. Вот так. Цвета должны меняться. Это очень успокаивает. Похоже на оригами. Почти готово. Еще пара складок. И все. Ух ты. Круто. Мне нравится. Хм, что же. А у меня есть еще собачки. Видишь, я люблю животных. Ну ладно. Я вырезала кошачью мордочку из бумаги. Теперь нужно ее разрисовать. И обязательно добавить усы. О, какая прелесть. Теперь можно приклеить ее к бумаге. Получилась самодельная игрушка-антистресс. Это так весело. Ого. Как ты это сделала? Ксс. Хау. Не подходи. У меня есть собака. Я не побоюсь ей воспользоваться. Ну давай. Тебе конец. Ни за что. Получай. Итак, ребята. Что за? Это урок рисования или биологии? Упс. Неловко вышло. Прекратите. Она первая начала. Неправда. Правда. Так-то лучше. О, смотрите. Как здорово. Спокойно. Разве мы не можем дружить? Ни за что. Что это он делает? Не отвлекайтесь. Так нечестно. Игрушки Поп-Ит это очень весело. Но вы знали, что с их помощью можно еще и делать украшения? Используйте 3D-ручку, чтобы заполнить полусферу. Вот так. Затем поместите туда гвозди для сережки. И используйте 3D-ручку. Подождите, пока пластик не затвердеет. Достаньте новую сережку из полусферы и наслаждайтесь. А еще лучше наденьте. Выглядит довольно неплохо. Что там вчера было? Кажется, мы неплохо повеселились. Не могу поверить, что выхожу замуж. Ух ты. Я так рада за тебя. Поздравляю. Ура. Ох, такого больше никогда не повторится. Нужно привести себя в порядок. Только взгляните на этот бардак. Отлично. Еще и убираться придется. Ого. Что это случилось с моим макияжем? Так. Кажется, я начинаю припоминать. Кажется, мы были в клубе. Сегодня мы тут ради Мии. Давайте веселиться. О, да, дамы. Кто поет следующим? Что? Ой, пардон. Пойдем. Да, как-то неловко вышло. И это в моей уборной. Что произошло с моим туалетом? Какой-то он странный. Пожалуйста, пусть это будет худшим, что могло случиться. Секундочку. Это самый лучший вечер на свете. Нужно делать это каждые выходные. Я вовсе не собираюсь так делать каждые выходные. У меня болит абсолютно все. Что? А это еще откуда? А, давай поиграем. Я хочу выиграть попыт. Продолжай. Ура. У нас получилось. Было не так уж и плохо. О, нет. Мое кольцо. А-ха-а-а. Это совсем нехорошо. Где я? Я же должна выходить замуж. Мне нужно кольцо. Нужно скорее что-нибудь придумать. Пора приниматься за работу. Во-первых, мне понадобится поднос для кексов. Нальем в лоток прозрачную эпоксидную смолу. Затем добавим несколько капель красной краски. Теперь нужно все перемешать. Для этого можно взять кисточку. Прежде чем она застынет, я вдавлю туда кольцо. Кажется, готово. Да, и как раз вовремя. Можно выходить замуж. Ммм, я люблю шоколад. Я уже начал волноваться. О, дорогой, не забудь свое кольцо. Подходит просто идеально. О, это так романтично. Мы женаты. Теперь можно поцеловать невесту. Новый день, новый курс доллара. Немного банковского юмора. Эээ, здравствуйте. Привет. Так вот, я хотела поговорить с тобой о... Эээ, а вы вообще кто? Что? Это же я. Ммм, а это точно необходимо? О, Мия! Так рада вас видеть. Наконец-то. Мы делаем это каждый раз. Мне нужны мои вещи. Эээ, ваши ноги лежат на моем месте. Меньше слов и тащи мои деньги. Поняла. И не задерживайся. Как же мне попасть в секретное хранилище? О, вспомнила. Она заставляет меня нервничать. Но она лучший клиент нашего банка. Так, я на месте. Какой же из этих ключей? Их так много. Думаю, что это тот самый. Здравствуйте, прошу прощения, что разбудила. Чего тебе? Мне нужны деньги, пожалуйста. Бери это и вон из моего царства. Спасибо. Пожалуйста, спите себе дальше. Этот парень такой жуткий. Почему так долго? Я вернулась. Вот, пожалуйста. Это что, шутка? Хорошо, хорошо. Я сейчас вернусь. Не могу поверить, что я совсем не то принесла. Она такая злая. В этот раз я все сделаю правильно. Ладно. Я справлюсь. Тихо и медленно. Готово. Мне нужна новая работа. Эта работа уж слишком нервная. Вот кассета. И что? Вам не нужна кассета? Я так и подумала. Надеюсь, что в этот раз я все сделаю правильно. Чемодан? Он точно ей нужен. О, там что-то живое. Что это? Наконец-то! Я свободен! Была рада помочь. Быстро. Нужно отсюда уходить. Прямо сюда. Вот так. Чем вы вообще здесь занимаетесь? О, я хотел завести нового друга. Ну ладно, возвращайся в хранилище. Не волнуйтесь, я это исправлю. Нужно просто найти нужный ключ. Он где-то здесь. Это недолго. Мне что, все нужно делать самой? Вот мой ключ. Так и знала. Дайте его мне. Нет. Почему? Сначала мне нужно кое-что сделать. Так, подумаем. О, скрепки. Отлично. Как раз то, что мне нужно. Я собираюсь облегчить тебе жизнь. Разложим скрепки по шаблону. И склеим вместе. Затем добавим блестки. И прикрепим их к ключу. Выглядит неплохо. Теперь ты больше никогда его не потеряешь. Ну вот, теперь можешь его забрать. Ух ты, здорово. Пойду принесу ваши вещи. Та-да! Не так это было и сложно. Я чувствовала, что мне нужно преобразиться. А эти можно положить в сейф. Конечно, у меня же есть ключ. Фух, это было сложно. Могла бы сначала их почистить. А где все? Здесь так тихо. Ага, привет, ребята. Серьезно? Этого не случится. Так вот. Может быть, они меня не заметили? А? Что это? Ух ты! Будет вечеринка! Сегодня! Как круто! Может быть, мне не стоит идти? Я там буду одна. Ух ты! Ну почему я постоянно думаю об этих вещах? Эм, а что там делает эта тихоня? Она такая неудачница. Эй, а давайте над ней подшутим. Я никогда не стану популярной. Привет, Мэнди. Хочешь пойти со мной на вечеринку? С тобой? Правда? Как на свидание? О, боже. Ну вот, пожалуйста. Она потеряла сознание. Классика. Подождите-ка. Это что, была шутка? Ты бы видела себя со стороны. Как будто я и правда мог пригласить тебя на свидание. Перестаньте надо мной смеяться. Пошли отсюда. Но почему они такие злые? Что я им сделала? Они хуже всех. Я просто хотела подружиться. Так. Подождите-ка. Эта слеза навела меня на мысль. И это будет идеально для вечеринки. Это будет здорово. Итак, вот миску с эпоксидной смолой. Добавим немного красителя. Какой яркий синий цвет. Теперь перемешаем. Масса должна быть однородной. Ну вот, выглядит неплохо. Затем зальем все это в эту формочку. Вот таким образом. И заполним ее до самого верха. Теперь подождем, пока она не затвердеет. Осталось лишь приделать цепочку. Ух ты, это выглядит замечательно. Теперь у меня есть ожерелье в виде слезинки. Прекрасно. Теперь нужно подобрать себе одежду. Класс, я чувствую себя потрясающе. Пора идти на вечеринку. Моя первая вечеринка. Как я себе ее и представляла. Вечеринка! Ух ты! Посмотрите на Мэнди. Боже, он на меня смотрит. Что же мне делать? Я так рад, что ты здесь. Прошу прощения. А то, что тогда было, это была просто шутка. Хочешь потанцевать? Эээ, ну уж нет. Я же сказал, что мне жаль. Вечеринка просто огонь. О, да. Отлично, я вовремя. Я думала, что опоздаю. А, привет. Эти браслеты такие классные. Привет, Мэнди. Этот цвет подходит к моим глазам. Что они делают? Браслеты дружбы. Да, браслеты дружбы. Нет. Больно же. Для этого сначала заведи себе браслет. А, точно. Ладно, я пойду. Они думают, что они такие особенные. Ну что ж, я мало что могу сделать. Лучше завязать шнурки, чтобы они не споткнутся. О, а у меня есть отличная идея. Может быть, я все-таки смогу сделать себе браслет дружбы? Я сделаю петлю из своего шнурка. Затем завяжу на нем узел. Вот так. Теперь нужно продеть концы через петлю. Я начну заплетать их в косичку. Это все равно, что делать прическу. Выглядит неплохо. Теперь завяжем концы. Это было так просто. Ну что, осталось лишь примерить. И у меня есть браслеты для каждого. Надеюсь, они им понравятся. Привет, я вернулась. И у меня есть браслет. Что скажете? Ух ты. Он такой классный. Думаю, нам это больше не нужно. А можно нам тоже по такому браслету? Я надеялась, что вы это скажете. Пожалуйста. Спасибо, Мэнди. Ура. На меня он не налазит. Но он такой красивый. Теперь у нас у всех есть браслеты дружбы. Красивые аксессуары – это неотъемлемая часть нашей жизни. А с нашими удивительными лайфхаками вы будете сиять, как бриллиант. Какая из этих поделок вам понравилась больше всего? Пожалуйста, расскажите нам об этом в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть еще больше классных видео. Субтитры сделал DimaTorzok